Решил записать короткий подкаст относительно битвы за Азерот, BFA. Сейчас, мне кажется, прям стало модным хейтить BFA и говорить, что это чуть ли не худший аддон в истории Blizzard и всего World of Warcraft, что это бета for Azeroth и прочее. Как правило, старт нового аддона всегда сопровождается, наоборот, волной радости, что, боже мой, как же это круто и какое же было говно. До этого. Ну, конечно, не всегда и не у всех, но довольно часто именно это я и наблюдал. Я помню лютую эйфорию, когда выходил Burning Crusade. Я помню волны хайпа относительно Лич Кинга, потому что это очень лорный, мне кажется, персонаж и, соответственно, наполнение тоже было очень насыщено историей и миром тех событий, которые мы так любим и помним еще по Warcraft 3. Что касается сравнения BFA с Легионом и обзывания, скажем так, что BFA это Легион 2.0, мне хочется сказать так, что Легион мне очень понравился. Правда, на старте. Буквально, наверное, первый месяц я очень много в него играл и мне все очень-очень нравилось. Но спустя какое-то время я понял одну вещь. Меня просто тошнит от всей этой темы с демонами. Вот честно, ну, достали меня демоны, меня достал Пылающий Легион, мне надоело его отбивать и ее отбивать еще раз. Просто это не тот контент, который меня цепляет. Демон Хантеры, ну, бесспорно, очень интересные, очень интересные идеи, долгожданный класс, который очень давно просился в игру. Да, я прокачал себе Демон Хантер, я поиграл. Да, действительно, интересно, прикольно. Но что бесило? Опять же, это демоническая тема. Скверно, демоны, ну, честно, ну, надоело, правда. Мне начало это приедаться еще, я думаю, в Burning Crusade, опять же. Там этого тоже было достаточно много, но при этом было много всего и другого, с этим не связанного. Поэтому не хочу говорить, что BFA лучше аддон, худший аддон. Я просто его оцениваю как некое отдельное произведение, да, как некая игра отдельно от всего, что было до этого. Так же, как я и оцениваю каждый выпускаемый аддон. Вышел Burning Crusade, ну, тогда просто без шансов все в него ломанулись. Никто даже не думал, говорит, что это какое-то дерьмо или нет. Это было просто продолжение того фантастического мира игры, в котором миллионы игроков залипали. Вышел Burning Crusade, было круто, было интересно. Да, все плакали, продавая Вендору там свои эпики, но тем не менее. И тут, я думаю, тот случай, когда действительно это дополнение, оно было неразрывно от классики. Это как одна линия была. Они реально были еще очень похожи в свое время. Просто как некая доработанная классика. Так это многими воспринималось. И воспринимается сейчас, когда люди вспоминают и ностальгируют по тем временам. А что Лич Кинг? Лич Кинг это, мне кажется, это некая обособленная вообще история. Потому что это тот случай, когда Близзы уже начали менять и анимацию спеллов, и довольно сильно поменяли текстуры. И, в принципе, классы очень сильно изменились. Близзы сделали так, что все классы, все спеки, они, в принципе, играбельны во всех ролях, в которых они задуманы. Да, так же, как это сейчас, конечно. Но тогда это было что-то реально новое. И было очень интересно за этим наблюдать. Катаклизм. Вот Катаклизм для меня испортил все то, за что я любил Лич Кинга. Испортил все то, за что я любил вообще Азерот. Я просто возненавидел это дополнение, потому что механики моих персонажей, они сильно поменялись. И не так, как мне это хотелось бы. Я к этому испытывал чисто отторжение. А когда начали крушить весь мир Азерота, ну, черт. Мне до сих пор не нравится то, что сделали с Тернистой Долиной. Считайте меня старпером, ну, твою мать, мне нравилась старая локация, я бы в ней ничего не менял. Никакими дополнениями, никаким сюжетом. Просто меня это выбесило. Поэтому Катаклизм... Да Катаклизм я даже, можно сказать, в него не играл. Когда вышел припатч, я просто нахер ушел из игры. И довольно долго в нее не возвращался. Хочу сказать, что еще во времена Бернинг Русейд, мне кажется, было много шуток о том, что Ха-ха-ха, дождетесь, близы вам пандаренов ведут, как к новую расу. Это я как бы плавно перехожу к миссу в пандаре. Я не хочу хейтить миссу в пандаре, нет. Я просто скажу, что когда я узнал, что там будут панды, я, собственно, понял, что еще пару лет я в игре не появлюсь. Вот без обид к пандам и к тем, кто любит всю эту тему. Мне это не нравится, мне это не заходит. Да, сейчас я уже смотрю ролики, я вижу эти локации, но там все равно эти сраные панды. Это не мое, это не моя часть игры. Я могу сказать, что панды многим не зашли, это не я, какой-то хейтер, нет. Но могу сказать просто, что это не мой вкус, да, это не моя история, и в панды мне возвращаться не хотелось. Поэтому, собственно, я пропустил также и это дополнение. Казалось бы, ты что, идиот, ты что, вернулся в Дреноре? И могу сказать, что да, я вернулся в Дреноре где-то в конце первого сезона. Я не могу сказать, что мне понравился Дренор. Нет, там не было для меня важной вещи. Это, блин, нового города. В каждом дополнении всегда появлялся какой-то новый город, какая-то новая столица, в которой тебе нравилось тусоваться, где все тусовались, было клево и интересно. Мне это важно. Сейчас это есть в Баралусе. Тогда этого не было. Потому что сделали какой-то сраный ашран и кусок земли рядом с ним, и говорят, вот здесь тусуйся. Меня это выбесило. Но почему я все-таки играл в Дреноре? По одной простой причине. До выхода Дреноре я считал себя, в принципе, большей частью ПВП-шером. И в Дреноре я понял, что для ПВП-шеров все очень просто. Ты просто фармишь очки из воеваний и покупаешь бисовый ПВП-шмод. Все. Все остальное это косметика. За рейтинге косметика. Косметический трансмог, косметические энчанты. Но, по сути, тебе ничто не мешает быть в лучшем ПВП-шмоте и фармить арену, БГ. И мне это очень понравилось. Я реально фармил арену, БГ. Даже сделал мувик, который никто особо не посмотрел. Ну и хер с ним. Потом вышел Легион. И тут было много хайпа насчет него. Как раз в 16-м году вышел фильм по Варкрафту. О чем я, кстати, снял отдельное видео, можете посмотреть. Поэтому в Легион прям хотелось ворваться. Было много хайпа. Было много моих знакомых, которые хотели вернуться в игру именно в Легионе. Которые пропустили Дренор, Пант. И в Легионе это случилось. Довольно много игроков в игру пришло. И мы можем наблюдать действительно прирост в 16-м году игроков. Мы дождались, игроки пришли. И многие сейчас хвалят Легион. Ну действительно, Легион принес много интересных вещей. Кто-то называет этими вещами и относит к ним, например, локалки. Но как бы это все равно те же Делики. Ну, нет, наверное, если сравнить с Деликами, которые были в том же БК или Ватулка. Да, Делики те просто бесили в конце уже. Да и в середине. Того, как ты их фармил. Но при этом локалки, по сути, тот же дрочь. Многие любят Легион за артефакт. И всем очень нравилось ходить с артефактным оружием. Скажу честно, я не один из них. Нет, не то чтобы система прокачки артефакта меня бесила, нет. Но просто, как вам сказать, я очень любил то, что я меняю оружие. Мне очень нравилась эта фэнтезийная часть игры. Когда ты, будучи милишником, у тебя влияет твое оружие на твой урон. И очень важно иметь крутую пушку. Вот это всегда было неотъемлемой части игры. Правда. Ну, конечно, не для всех классов. Но для того же воина, паладина и прочих. Важно иметь крутую пушку. И тут, по сути, у тебя сразу крутая пушка, которую ты просто задрачиваешь и фармлешь. Ну, кому-то это очень сильно понравилось. Да, у тебя там целая ветка талантов. Да, я согласен, это прикольно. Но меня это не цепануло, честно. И когда я понял, сколько времени мне нужно вбухивать, чтобы, во-первых, качать репутацию. Во-вторых, качать артефакт. Третье, фармить локалки. Я просто понял, что у меня сейчас нет этого времени. И мне было обидно, что я буду каким-то нищебродом и бомжом в Легионе. Да, и что самое главное, что меня выбесило, о чем я уже до этого сказал, это тема пылающего Легиона, тема, собственно, самого Легиона. Она мне не нравилась. Мне не хотелось. Мне не нравилось это. Поэтому я в Легион долго и не поиграл. Наверное, 2-3 месяца подписки, и я все, я забил. Так что же в БФА, да? Почему его так хейтят? Я не знаю. Если честно, баги были всегда на старте любого контента, любого дополнения. В БФА их было больше, чем в Легионе? Возможно. Возможно, просто все уже забыли, каким боговным был Легион. Легион принес какие-то крутые и значимые фишки. И теперь все, когда говорят о БФА, просто считают, что БФА это скопипастанный Легион. Но в Легионе тоже были фишки, которые были в Дреноре. Тот же гарнизон, переделанный в оплоты. И что? Ну, как бы не знаю. Не знаю. Нет, конечно, у каждого свое мнение, и кто-то считает, что все это дерьмо, что БФА говно. А мне очень нравятся новые локации. Мне очень нравится тематика, стилистика этой игры. Мне очень нравится, что нет этого сраного Легиона. Что мы боремся друг с другом. Реально воскресло ворл ПВП. Кто смотрит стримы, видит, как меня дрючат каждый раз, когда я делал локалки. Ну, иногда я кого-то дрючу. Мне нравится ПВП, составляющая в части арены, БГ. Мне нравится, как сделали классы. Мне очень сильно понравилось схлопывание характеристик. Потому что в Легионе меня бесили эти долбаные миллионы и хулиарды, простите меня, цифр. Мне это бесило. Я очень долго привыкал к этому в Дреноре. Потом в Легионе все еще кратно выросло. По мне, так это просто то, чего не должно быть. Поэтому в БФА я увидел для себя много всего интересного. Купил дополнение, поиграл в него, прокачался. И знаете, что я вам скажу? Мне все очень нравится. Мне нравится заходить в игру. Мне нравятся данжи. Я впервые в World of Warcraft наконец пошел вообще в подземелье уровня мифик плюс. Узнал, что такое ключи, как их добывают. Да, я вот такой нуб в ПВЕ, что прям даже этого не знал. Теперь я все знаю, мне это нравится. Жду с нетерпением, когда полутаю сундучок в среду. За ПВП, за мифики. Я могу не ходить в рейды, при этом не быть бомжом. Мне не нужно много времени задрачивать в игру. При этом, опять же, я не бомж. Поэтому мне нравится это дополнение. И мне кажется, важной такой характеристикой успешности является твое желание или нежелание качнуть твинков и пройти контент еще раз. Или пройти другую его часть, например, на стороне другой фракции. У меня в БФА именно так. Мне очень нравится мой класс, которым я играю. К слову, это друид сова. Мне очень нравится, в принципе, играть за дамагера. Хотя иногда я и хилом хожу. Но вот я понимаю, что мне любопытно. Мне хочется попробовать другие классы. Я вот сейчас скачаю репутацию для союзной расы. И я с удовольствием хочу зайти и поиграть новой союзной расой. Потому что мне интересен этот контент. Вот и все. Никто не заставляет меня задрачивать вов. Я это и не делаю. У меня нет столько времени. Игра сама просто говорит о том, какая она есть. Как ты ее чувствуешь, как ты ее видишь, как ты ее понимаешь. Поэтому я не считаю, что БФА худший адом. Просто он кому-то не нравится, а кому-то нравится. Но, на мой взгляд, если сравнивать его с Легионом, по мне так это не Легион 2.0. Что по мне так это и Легион был 0.0. А вот БФА это уже полноценный БФА 1.0. Честно. Потому что мне БФА очень нравится. Но не так нравится, как классика. Поэтому, конечно, классику я жду больше, чем любые новые дополнения Близзард к World of Warcraft. Да, ну классический вов, конечно, это такой, знаете, некий дорогой сорт вина, которому нужно настояться, выдержаться. И ты с удовольствием его лакаешь. А когда у тебя затяжные праздники, ты можешь просто взять и выжрать всю бутылку за день. Это, мне кажется, про классику. И для тех, у кого наконец появляется время, не знаю, пару суток просто покачаться в нее. Ну ладно, отклонился от темы. В общем, друзья, понять, говно БФА или нет, можете только вы сами. Зайдя в игру и покачавшись, поделав квесты, походив в данжи, просто оценив контент. Если пройдя по новым локациям, поиграв за свой класс, вам покажется, что это говно, ну это ваше мнение. Но говорить, что это Регион 2.0, ну такое себе. Опять же, никого не хочу обидеть или задеть, просто решил высказать свое мнение. Ну а вам решать, говно БФА или нет. Всем спасибо и до связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова